Продолженность перед работниками Чуваш Автотранса планируют погасить в ближайшие месяцы. Как решаются проблемы предприятия банкрота, сегодня обсудили члены правительства. В арбитражный суд республики подано обращение о пересмотре приоритетов при реализации активов предприятия. Позиция правительства республики погашать долги по заработной плате раньше налоговых отчислений. Активы Чуваш Автотранса сейчас оцениваются в 400 миллионов рублей. Полагаем, что реализация конкурсной массы где-то в пределах 190 миллионов рублей и изыскание дебюторской задолженности позволит полностью погасить задолженность. По крайней мере надо перед конкурсным управляющими, перед собой и Минтрансом ставим такую задачу, что в июне-вюле зарплату необходимо погасить. Составлен график погашения задолженности по заработной плате в течение 2019 года. Прошу руководителей органов исполнительной власти в недельный срок актуализировать эту информацию. При отказе руководителей предприятий представить конкретный план о погашении заработной платы. Долги перед семьюстами работниками Чуваш Автотранса превышают 79 миллионов рублей. Почти половина из этой суммы оплата во время простоя предприятия. За это время вырос основной объем задолженности по заработной плате. 17,7 миллионов рублей это выходные пособия, 13,6 миллионов рублей заработной платы и 13,3 миллиона рублей компенсация за неиспользуемые отпуска. Это несмотря на то, что если взять два года, в 2017-2018 годах предприятию было выделено из бюджета 155 миллионов рублей. Современно не были приняты ряд ключевых решений, в том числе при сокращении штатов. По сокращению штатов при прекращении перевозочной деятельности не реализовывались мероприятия по финансовому оздоровлению. За 65 дней до начислить десятки миллионов рублей. И теперь это висит долгие. Надо было согласно трудового законодательства принять все те меры со стороны директора Чуваш Транса, со стороны министра транспорта. Все должностные лица, независимо от того, работают они сегодня, не работают, они должны нести ответственность.